Караоке с Яровой О талантливой девушке и гениальном исполнителе О женщине, которой, к сожалению, уже давно нет в живых Она покорила сердца миллионов людей на нашей планете Но, к сожалению, не выдержала схватку между любовью и смертью Многие считают, что погубила ее страсть к наркотикам Но на самом деле погубила ее сумасшедшая любовь и всепоглощающая страсть Страсть к мужчине, который абсолютно не был этого достоин Мужчине, который даже не соизволил явиться на ее похороны Речь пойдет о гениальной Эмми Уэйнхаус Вы готовы? Новая легенда поп-музыки родилась 14 сентября 1983 году В маленьком городке Близлондона Родители будущей звезды абсолютно, в принципе, никакого отношения к музыке не имели Например, мать ее работала фармацевтом, а отец обычным таксистом Хотя на самом деле отец Эмми был меломаном И просто заполонил свой дом пластинками джазовой музыки Частенько на ночь он пел ей песни франко-синатры, которые грели сердце маленькой Эмми Хотя по маминой линии все-таки водилось несколько музыкантов Например, дяди Эмми были знаменитыми джазистами и участниками джазовых групп А вот бабушка по маминой линии вообще была личностью особой и даже уникальной В молодости эта женщина была, в общем-то, довольно-таки знаменитой в русских кругах Соул и джаз-исполнительницей А также юношеской любовью Ронни Скотта У Эмми и бабушки были абсолютно особые отношения Эмми очень любила свою бабушку И бабушка была такой неординарной личностью Она была открытой, она была просточной, демократичной И искренне и нежно относилась к Эмми, к своей внучке Например, именно с бабушкой она впервые посетила тату-салон Впервые в своей жизни сделала первую татуировку и попробовала даже пиво На протяжении всей жизни бабушки они были очень близки И поговаривают, что только лишь она имела на самом деле хоть какое-то влияние И имела контроль над жизнью Эмми В отличие от всех остальных Однажды Эмми даже сделала татуировку в честь бабушки на своем теле Там так и было написано имя Синтия, это имя ее бабушки Таким хотя бы образом она показывала свое отношение к бабушке Насколько она для нее важна и насколько они близки между собой Многие из вас замечали на фотографиях и на видеосъемках Эмми Уэйнхаус Что у нее на черных волосах была одна седая прядь, немножко высветленная Но многие из вас не знают, почему она там была Но понятно, что Эмми не седая На самом деле, оказывается, Эмми однажды нашла фотографию Где у ее бабушки вот такая же седая прядь И сделала то же самое, чтобы хоть немножечко быть похожа на эту знаменитую и вообще уникальную личность Когда Эмми было 9 лет, ее родители развелись И бабушка настояла на том, чтобы Эмми пошла в престижную, хорошую школу Ну, чтобы получить хорошее образование Да, Эмми пошла в эту школу, но прослыла там полной хулиганкой и абсолютной двоечницей Она не хотела учиться, она противостояла абсолютно всем правилам И многие учителя жаловались на то, что ей просто невозможно было закрыть рот Поскольку на уроках Эмми все время пела И в 10 лет эта любительница музыки открыла для себя хулиганскую музыку R&B и Йип-Хоп И даже создала вместе со своими подружками собственную группу, похожую на Солтан Пеппер Насколько ей нравилась эта музыка Через несколько лет Эмми Вайнхаус перевелась в театральную школу Но уже через год была туда численно за плохое поведение Эмми действительно была полнейшей хулиганкой Никто, абсолютно никто не мог с ней справиться У нее был просто ураганный характер И вот в 13 лет Эмми получает свой подарок Свой первый музыкальный инструмент Это была гитара, с которой девочка уже не расставалась В это же время она начинает записывать собственные песни С упоением, отдаваясь новому делу Приблизительно в то же время Эмми уже участвует в разных музыкальных группах с концертами А также записывает свои первые новомерсии песен И уже в 2000 году, в возрасте 16 лет, Эмми Вайнхаус просто-таки ворвалась в огромный шоу-бизнес В общем-то Эмми никогда и не рвалась в шоу-бизнес и не мечтала стать звездой и великой певицей Дело помог в случае Однажды ее бывший бойфренд отослал кассету с ее песнями одному из известных продюсеров Она ему понравилась, он заключил с ней контракт Вот так и началась карьера знаменитой теперь музыкантки Эмми Вайнхаус В 2003 году выходит ее первый дебютный альбом с нежным названием «Фрэнк» Конечно, мы уже знаем, кому она посвятила Гречо, любимому Фрэнку Синатру Который напоминал ей о детстве и о песне, которую пел ей отец на ночь Можете себе представить, что всего лишь за год этот альбом стал платиновым И Эмми Вайнхаус стала невероятно популярной не только в собственной стране, но и по всему миру Конечно же, моментально она попадает под прицел желтой прессы Она и сама подогревала их интерес Поскольку алкоголь, наркотики, а также жесткие высказывания не могли остаться незамеченными И тут же оказывались поле зрения общественности Песня, которую мы сегодня будем с вами разбирать, называется «Back to Black» Так вот, записана она была в 2006 году В 2008 году, на 50-й церемонии вручения Грэмми, Эмми получила 5 наград К сожалению, Эмми это мало интересовало И на самом деле, Эмми не дожила даже до своего 30-летия Умеря в возрасте 27 лет от сердечного приступа Об этом мы поговорим несколько позже На самом деле, больше нас интересует сейчас, почему Эмми, имея весь мир у своих ног Утратила интерес к жизни Конечно, Эмми стала гораздо больше пить прежнего Узнав о болезни своей бабушки Бабушка заболела раком груди И в скорость и скончалась Эмми очень сильно переживала эту утрату Поскольку бабушка была не просто подругой Самым близким человеком в жизни ее Но и также ее ангелом-хранителем, которого она потеряла Теперь Эмми чувствовала себя очень одинокой и брошенной Конечно, к сожалению, находила утешение она в легких наркотиках и алкоголе Совершенно не зная им меры На самом деле, не только смерть бабушки сыграла роковую роль в жизни Эмми Самую, наверное, крупную каплю мотивации ее к смерти Было знакомство с ее будущим мужем Многие знали в его окружении, что он был наркоторговцем Да и попросту обычным наркоманом На самом деле, героиновым наркоманом То есть, серьезным наркоманом Эмми влюбилась по уши Полностью потеряв голову Отношения у пары были весьма странные Эмоциональные И очень колючо-болезненные В частности, для Эмми В конце концов, он же и пристрастил Эмми к тяжелым наркотикам Героином И, конечно же, несмотря на то, что у них была страстная героиновая любовь В итоге, конечно, все это сказалось на психическом и на обычном здоровье у Эмми Эмми неоднократно проходила реабилитацию В итоге эта пара поженилась Они были вместе какое-то время То он уходил, то он приходил К сожалению, этот мужчина сам по себе не стал источником вдохновения для Эмми Вдохновляли ее в большей степени боль И сами по себе наркотики Все ее творчество, все ее песни Особенно последние в ее жизни Были просто-таки пропитаны этой горечью Под воздействием наркотиков И постоянных ссор И непонимание со своим парнем И мужем Эмми, конечно же, срывала концерт И вела себя просто-таки ужасно Даже родители, друзья, близкие люди Не помогали Эмми Восстановиться и прийти в себя Эмми оказалась не настолько сильна Многие ее фанаты даже объявили ей бойкот Дабы ее спасти и вытащить из этой ямы Но, к сожалению, ничего уже не помогало После прохождения последней реабилитации Эмми перестала употреблять наркотики в целом Но при этом, к сожалению, продолжила пить У Эмми случались жесточайшие запои И однажды Эмми просто нашли мертвой В собственном доме в Лондоне В крови ее была обнаружена фатальная доза алкоголя Мир потерял гениальную личность Мир потерял прекрасного музыканта И красивейшую женщину Многие поклонники до сих пор скорбят по ней Вспоминают ее Но, к счастью для нас От нее осталось прекрасное наследие Шикарные песни Одну из которых мы с вами сегодня и разберем Песню, которую мы сегодня с вами будем слушать и разбирать Называется «Back to Black» Сами слова песни, а также сюжет клипа Сам по себе говорит о том, что конкретно вдохновило Эмми на создание этого шедевра Делается в том, что уже через год после знакомства со своим бойфрендом Он ее бросил и ушел к своей бывшей девушке Эмми было очень плохо Но результатом этой боли явилась на свет эта песня Ну, а сейчас мы с вами ее разберем Для начала давайте разберем интересные фразы и конструкции Которые заинтересовали меня И, я уверена, будут очень полезны для вас Итак, первая фраза звучит так To keep your dick wet Конечно, если мы начнем переводить ее дословно То звучит она ужасно На самом деле даже более чем неприлично Но на самом деле это сленговое выражение И совсем не обязательно переводить его дословно И считает о том, что ты не успев еще остыть от меня Пошел к другой девушке и с ней переспал Same old bet Bet это, конечно, ставка Каким образом это касается песни На самом деле это также сленговое выражение Которое обозначает моя надежная бывшая Или твоя надежная бывшая Как она обращается к своему бойфренду То есть он ушел к той, которую знает уже очень хорошо Которая проверенная и уже не подведет Как хорошо продуманная ставка Следующее слово это скорее глагол To remove Это удаляться Ибо что-то убирать В данной ситуации он удалился Он сам по себе ушел То есть вы не обязательно говорите, что he left А также remove Это тоже, это даже более эмоционально, чем просто he left Выражение to go through Проходить через что-то Вы можете проходить через лес Через магазин Либо через какое-то здание Но здесь, конечно, это имеет идиоматическое значение Когда она говорит Ты бросил все То, что мы с тобой вместе прошли Тебе все это оказалось безразличным To go through Это вместе что-то прожить Что-то пройти Следующая фраза очень интересная Что обозначает идти И я ступаю шаг за шагом По очень сложному, мутному, тяжелому пути To tread Это ступать Не только есть То степ Трэд Я шагаю очень медленно и тяжело Ну и, конечно же Трэблд трэк Не всегда мы говорим Трэп Я иду как путем Каким-то продаленной дорожкой My odds are stacked Что обозначает Мои шансы невелики Ну и, конечно же Back to black Я не просто возвращаюсь к черному Как переводится дословно Я возвращаюсь к своему унынию К своему забвению К своей грусти Следующие два слова Blow and puff Касаются наркотиков Blow – это Скорее употреблять кокаин Что-то вдыхать А puff – это курить травку Вот она говорит о том Что мы очень похожи с тобой Ты любишь кокаин Я люблю травку курить И в конце Roll up the walls Когда она говорит Что я чувствую себя Маленькой монеткой Которая просто Внутри по стенам Стучит по стенам Отбиваясь от них То есть настолько безнадежно Все, настолько все Настолько она чувствует себя Беспомощной Как маленькая монетка Которую из одной стороны В другую просто вот Штевает Ну что, мои дорогие Мы разобрали с вами Интересные фразы А теперь я предлагаю вам Просмотреть Прочитать Прослушать Песню с переводом Пожалуйста, будьте внимательны Делайте себе Необходимые пометки Он ушел и без времени На сожалению Переспал с той же Своей проверенной Бывшей Мы попрощались А я в ней Защитываю на то Что это видео Было для вас полезным Ну а мы с вами Встретимся в следующем видео Рассмотрим еще одну новую песню И нового исполнителя А пока Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok